Девушки отдыхают Девушки отдыхают Принятие нечистых помыслей, беседы с ними, услождение ими, соизволение, медвение в них, блудные мечтания и племения, осквернение истецания, истечения, нехранение чувств, в особенности осязаний, в чем дерзость погубляющая все добродетели, сквернословие и чтение сладострастных книг, грехи блудные и естественные, блуд и прелюбодеяние, грехи блудные и противоестественные, молотие, рукоблудие, ужиложество, сказаложество и им подобные. Третье. Сребролюбие. Любление денег, вообще любление имущества движимого и недвижимого, желание обогатиться, размышления о средствах обогащения, мечтание богатства, обосине старости, нечаянной нищеты, болезненности, изгнания, скупость, горостолюбие, неверие богу, неупование на его промысел, пристрастие или болезненная излишняя любовь к разным тленным предметам, лишающие души свободы, увлечение суетными попечениями, любление подарков, присвоение чужого, лихва, взятки, обман, жестокосердие к нищей братьи и ко всем нуждающимся, воровство, разбой. Четвертое. Гнев. Вспыльчивость, приятие гневных помыслов, мечтание гнева и отмещения, возмущение сердца ярости, помрачение ею ума, непристойный крик, спор, брамины, жесткие и колки и слова, ударение, толкание, убийство, памятозлобие, ненависть, вражда, ущение, поклеветание, осуждение, возмущение и обида ближнего. Пятое. Печаль. Огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в обетовании Божьих, неблагодарение Богу за все случающееся, малодушие, нетерпеливость, несамоукорение, скорбь на ближнего, робот, отречение от креста, покушение сойти с него. Шестая. Уныние. Ленность ко всякому доброму делу, в особенности к молитве, оставление церковного и келейного правила, оставление непрестанной молитвы и душеполезного чтения, невнимание и поспешность в молитве, небрежение, неблагоговорение, праздность, излишнее успокоение снов, лежанием и всякого рода небыль, перехождение с места на место, частые выходы из кельи, прогулки и посещение друзей, разнословия, шутки, кощунство, оставление поклонов и прочих подвигов телесных, забвение грехов своих, забвение заповедей Христовых, неродение, пленение, лишение страха Божия, ожесточение, нечувствие, отчаяние. Седьмое. Счастливие. Искание славы человеческой, хвастовство, желание искания земных почестей, любление красивых одежд, экипажей, прислуги и телейных вещей, внимание к красоте своего лица, приятности голоса и прочим качествам тела, расположение к наукам и искусствам, гибнущим сего века, искание успеть в них для приобретения временной, земной славы, стыд исповедовать грехи свои, скрыть их пред людьми и отцом духовным, лукавство, словооправдание, прикословие, составление своего разума, лицемерие, ложь, лесть, человекоугодие, зависть, уничижение ближнего, переменчивость нрава, притворство, бессовестность, нрав и жизнь бесовские. Восьмая. Гордость. Презрение ближнего. Предпочтение себя всем. Дерзость. Омрачение. Дебилость ума и сердца. Прегвождение их земного. Кула. Неверие. Прелесть. Лжеременный разум. Непокорный закону Божию и Церкви. Последование своей плотской воли. Чтение книг юридических, развратных и суетных. Неповиновение властям. Кулкое насмешничество. Оставление Христо подражательного смирения и молчания. Потеря простоты. Потеря любви к Богу и ближнему. Лужная философия. Ересь. Безбожие. Невежество. Смерть души. Таковы недуги. Таковы язвы, составляющие собой великую язву. Ветхость ветхого Адама, которая образовалась из его падения. Об этой великой язве говорит святой пророк Исаия. От ног даже до головы не есть в нем целости. Ни из труб, ни язва, ни рана палящиеся, ни из пластыря приложите, ни же елея, ни же обязания. От подушвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, ни очищенные, ни обвязанные, ни смягченные елея. Это значит, по изъяснению отцу, что язва, грех, не частная, ни на одном каком-нибудь члене, но на всем существе, объяла тело, объяла душу. Овладела всеми свойствами, всеми силами человека. Преподобный Абвадорофей по учению первое. Эту великую язву Бог назвал смертью, когда, воспрещая Адаму и Еве вкушение от древа познания добра и зла, сказал, «Вонь же, ащи день снести от него, смертью умрете, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие глава 2 стих 17. Тотчас по вкушению плата запрещенного, братцы почувствовали вечную смерть. Во взорах отъявилось ощущение плотское. Они увидели, что они наги. В познании наготы тела отразилось обнажение души, потерявшей красоту непорочности, на которой почивал Дух Святой. Действует в глазах плотское ощущение, а в душе стыд, в котором совокупление всех греховных ощущений, и гордости, и нечистоты, и печали, и уныния, и отчаяния. Великая язва, смерть душевная, неисправимая ветхость, происшедшая после потери божественного подобия. Великую язву апостол называет законом греховным, телом смерти. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к римлянам, глава 7, стихи 23 и 24. Потому что умерщвленные умы сердца вполне обратились к земле. Служат раболепно тленным пожеланиям плоти. Омрачились, отяготели, сами соделались плотью. Эта плоть уже не способна к общению с Богом. Бытие, глава 6, стихи 3. Эта плоть не способна наследовать блаженство вечное, небесное. Плоть и кровь не могут наследовать царствие Божие. И тление не наследует нетление. Первое послание к римлянам, глава 15, стихи 50. Великая язва разлилась на весь род человеческий, заделалась достоянием злосчастного каждого человека. Просматривая великую мою язву, вздирай на умерщвление мое, исполняюсь горькой печали. Недоумевая, что мне делать? Последуя примеру ветхого Адама, который, увидев наготу свою, спешил скрыться от Бога. Стану ли подобно ему оправдываться, возлагая вину на вины греха? Напрасно скрываться от всевидящего. Напрасно оправдываться пред тем, кто всегда побеждает, в нигда судите ему. 50-й Псалом, стих 6. Обрекусь же вместо смоковничных листьев слезы покаяния. Вместо оправдания принесу искреннее сознание. Обреченный в покаянии слезы, предстану пред Богом моим. Но где найду Бога моего? В районе? Я изгна оттуда. И херувим, стоящий при входе, не впустит меня. Самою тягостью плоти моей я пригвожден к земле, моей темнице. Грешный потомок отдал. Ободрись. Воссиял свет в темнице твоей. Бог не сшел в дальнюю страну твоего изгнания, чтобы возвести тебя в потерянное тобою твое горнее отечество. Ты хотел знать добро и зло. Он оставляет тебе это знание. Ты хотел сделаться якобы Бог, и от этого и сделался по душе подобным дьяволу. По телу подобным скотам и зверям. Бог, соединяя тебя с собою, заделывает тебя Богом по благодати. Он прощает тебе грехи. Этого мало. Он изъемлет корень зла из души твоей. Самую заразу греховную, яд вернутый в душу дьяволу, и дарует тебе врачевство на весь путь твоей земной жизни, для исцеления от греха. Сколько бы раз ты не заразился им по немощи твоей. Это врачевство, исповедание грехов. Хочешь ли совлечься ветхого Адама, ты, который святым крещением уже облечен в нового Адама, но собственными беззакониями успел оживить в себе ветхость и смерть, заглушить жизнь, соделать ее полумертвой. Хочешь ли ты, выработившийся греху, влекомый к нему насилием навыка, возвратить в себе свободу и праведность? Погрузись в смирение. Победить тщеславный стыд, научающий тебя лицемерно и лукаво притворяться праведно, и тем хранить, укреплять в себе смерть душевную. Извертний грех, вступи во вражду с грехом, искреннею и исповедю греха. Это врачевание должно притворить все прочие. Без него врачевание молитвы, слезами, посту и всеми другими средствами будет недостаточно, неудовлетворительно, непрочно. Пойти горделивый к духовному Отцу твоему, унок его найди милосердие Отца Небесного. Одна, одна исповедь, искренняя и частая, может освободить от греховных навыков, соделать покаяние плодоносно, исправление прочным и истинным. В краткую минуту умиления, в которой открываются очи ума для самопознания, которая приходит так редко, написал я это в обличении себе, в увещании, напоминании, наставлении. А ты, кто с верой любовью о Христе прочитаешь эти строки и, может быть, найдешь мне что-нибудь полезное себе, принеси сердечный вздох и молитву о душе, много пострадавшей от волн греховных, видевшей часто пред собой потопление и погибель, находившей вдохновение в одном пристанище, в исповедании своих грехопадений. Продолжение следует...